Не стесняется Зеленский открыто выражать разочарование нерешительностью своих кураторов, сетую на то, что это не позволяет нанести удар по Кремлю. Сегодня, с очень высокой степенью вероятности, можно сказать, что решение снять ограничения на использование вооружений большой дальности для ударов по России на Западе уже давно принято. А сейчас мы просто наблюдаем финальный этап его легитимизации. В глазах общественного мнения, в информационном поле. Собственно, в отношениях с Киевом это для нас в принципиальном плане ничего не меняет. Неонацистский режим давно бьет по нашей территории, за пределами зоны боевых действий, устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны. Однако подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наши отношения с западным лагерем. Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится. Как известно, применение таких вооружений возможно только при обладании доступом к разведданным со спутником США и ЕС. У самой Украины такой возможности нет и близко. Исключительно военнослужащие НАТО могут программировать полетные задания для ракетных систем. По сути, речь идет не о том, чтобы разрешать Киеву бить дальнобойным оружием по всей территории России, а о принятии решений по целям для ударов непосредственно на западе. То, что украинские националисты формально будут нажимать кнопку, роли не играет. НАТО станет непосредственной стороной военных действий против ядерной державы. Думаю, не надо объяснять, какие это может иметь последствия. Спасибо. Спасибо.